Приветствую всех любителей таких небольших новелок, особенно туманных. Продолжаем свое путешествие в мире туманной и сейчас мы убегаем от какого-то хрена, скорее всего опять охранника. Мы встретили какого-то непонятного цепного, некто цепной. Он о нас знает, его босс о нас знает. И чем-то мы этому боссу не угодили, из-за этого он на нас наслал охранников. Они хотят нас убить. Но возможно это даже не охранники, я не знаю. Уши заложила, в кончиках онемевших пальцев отдается пульс. Заставляю себя подняться. Дверь в комнату, конечно же, заперта. Окошки слишком маленькие, чтобы я смог пролезть. А балконов рядом со мной больше нет. В номере цепного раздаются тяжелые шаги. Понимаю, стражники идут ко мне. Лечь. Выбить дверь на балкон или лечь? Выбить дверь на балкон. Пытаюсь выбить дверь, но ничего не получается. Слишком мало места. Слышу как в комнате хрустят щепки под ногами стражника. Доносится тяжелое надсадное дыхание. Ни себе разговоров, ни скрипа доспехов. Что-то не так. Ублюдо комнаты начинает бормотать. Слова срываются с его губ тяжелые, ранящие, наполненные шипящими. К ним перемешиваются звуки ударяющихся друг от друга костяных четок, шелест крыльев, летучих мышей и далекое хихиканье. Все они ракочащие до странности заунывные и противоестественные. Я понимаю, это никакой не страшник. Шаман, скорее всего. Или кто похуже. И бормочет он слова заклинания. Невыразимый ужас сковывает каждую клетку моего тела. Испуганный и подавленный разум принимается рисовать в голове омерзительные картины. Худые существа с ногами с спицами несутся на меня. Из кирпичных стен течет густая кровь, а потом все резко смолкает. Сводящая с ума бормотание пропала. Вообще никаких звуков. Абсолютная тишина. Выждать. Жду некоторое время. Может из комнаты цепного покажутся стражники или загадочный шаман. Но ровным счетом ничего не происходит. Наконец мне надоедает стоять. Перепрыгиваю на балкон. В этот раз осторожнее и без спешки. На полу разбросаны щепки. На стенах осела пыль. У входа валяется дверь. В коридоре тоже пусто. Хотя тут и там подмечают трещины на потолке. На первом этаже страшный разгром. Столы вырваны с корнем. Валяются у стойки. Столы вырваны с корнем. Валяются у стойки. Баки перевернуты. Но тел не вижу. На улице толпятся люди. Глаза испуганные. Лица бледные. Пялятся на дом с таким видом, будто сейчас оттуда выйдет чудовище. Меня встречают молчанием. Я спрашиваю у некоторых. Что же случилось? Но они не отвечают. Лишь усач, хозяин дома путешественников, бросает мне. Там были призраки. Они облаком ворвались к нам. Я плохо помню парень. Страшно. Было страшно. Мне нужны подробности. Тот лишь машет рукой и переводит взгляд на дом. Как я все это буду восстанавливать? Откуда возьму деньги? Я киваю. Вспоминаю случившееся. Вспоминаю случившееся. Кем был цепной? И неужели мне все привиделось? Но эти люди не могли наврать. Похоже отдых мне не светит. Лучше убраться отсюда поскорее. Пока действительно не нагрянули стражники. Кладу руку в карманы и покачиваясь от усталости ухожу. Вы успешно прошли квест дом для путешественников. Блин, этот цепной 100% какой-нибудь волшебник. Блин, если это призраки, скорее всего он их наслал нахрен. На площади вещает проповедник. Я вслушиваюсь в его речь. Подожди. Блин, я забыл. Можно сделать же скриншот. Блин, такие скрины пропускаем. Скриншот же можно сделать. Тихо. Хватит уже. Тихо. Сейчас я сделаю скринчик. Вот так-то лучше. Извиняюсь. Минутная такая небольшая. Нет, ложка. Мне нужен скриншотик для шапки. Он стоит на дороге, брыжжа слюной и размахивая руками. Худой и неизможденный. Щеки впали, глаза вывалились. Кожа до кости. На лбу вытатуированный черный круг. Очнитесь, пока не поздно. Темные дни грядут. Подумайте о ваших детях, о вашем будущем. Не запирайтесь в коконе своей жалкой жизни. Нынешние страдания ерунда по сравнению с тем, что надвигается. Боги нас не спасут. Даже с моего расстояния видно, что этот странный тип практически лысый. А редкие длинные волосы висят сосульками. Остановитесь и послушайте, о чем я говорю, ибо потом будет поздно. Когда начнется новый катаклизм, вы прибежите ко мне и упадете на колени и скажете «Спаси нас». Я рассмеюсь вам в лицо. Буду хохотать громко и долго. И ничего, и ничем не помогу. Хрена себе, о чем он тебя заманил. Я стою в двадцати шагах от него, слушаю, скрестив руки на грузи. Скептически хмыкаю. Еще один сумасшедший на моем пути. Внимание привлекает и его одежда. Странная и диковатая. Торс, руки, шея тщательно забинтованы. Красный деревянный плащ развивается на ветру. Сапоги до колен сделаны из какого-то твердого материала и кажутся невероятно большими по сравнению с тщедушным тельцем их обладателя. Такие в пору скорее великану. «Туман явится, будто из ниоткуда», — говорит забинтованный тип. Голос приятный звонкий. Накроет на зарек, а после принесет с собой страдания и боль. Я знаю, я видел. Ваши дети будут кричать, плачать от невероятной боли. Кожа станет слезать с них живьем. А вот теперь, мне кажется, он не трындит. Туман. Вот первое упоминание тумана. И это катаклизм. Какой-то катаклизм. Были еще катаклизмы, поэтому у нас пусто считается в мире. И вот еще один надвигается, как он говорит. Скорее всего, он правдив. В руке у него костяной посох, на конце которого висят три сморщенные головы. Висят три сморщенные головы. Но не человеческие. Уж слишком они вытянуты и непропорциональны. Давайте слушать. Я продолжаю слушать сумасшедшего. Истину говорю вам. Конец близок. Гнев небес неминуемо падет на нас. Остается молиться о прощении. И быть кратким. И быть добрыми. Мы должны измениться. Стать лучше. А вот теперь, получается, и концовки. Получается, вот нам это и говорят. Выбор. Либо пытаться в этом жутком месте, пытаться становиться светлыми, несмотря на все ужасные вещи. Или все-таки превратиться в еще большего зверя. Неужели вы хотите, чтобы ваши дети никогда не повзрослели? Чтобы их кости навсегда остались в холодной, безжизненной земле? Рядом со мной останавливается горбатый старик. Смотрит на забинтованного. Губы его кривятся. Шел бы ты, парень, отсюда подальше, говорит он. Почему? Хорошего здесь ничего не услышишь. Лишь россказни о конце света. А ведь помню, как проповедник пришел в наш город. Было это лет пять назад. Уже тогда он слабо дружил с головой. Каждый день приходил сюда, на дорогу перед водонапорной башней. С центральной площади его-то выгоняли. Мало ли, алтари осквернят своими грязными речами. Решив воспользоваться словохотитливостью, старика спрашиваю. Известно, откуда явился проповедник? Старик сплевывает и говорит. А ты разве не видишь по его татуировке на лбу? Из хромового города, конечно. Но его оттуда выгнали. Здесь он поселился на самом отшибе. Живет в полном одиночестве. Но к дому его никто не суется, ибо он проклят. Земля там искрится, мерещится всякое. У некоторых мозги вскипают. Даже комендант махнул рукой на безумца. Потому-то стражники его и не трогают. Себе дороже. Переваривая услышанное, я киваю. Переваривая услышанное, я киваю. Хватит вливать в его уши яд, маразматик. О, хватит вливать в его уши яд, маразматик. Рядом с нами возникает проповедник, грозно нависая на стряку. Тот весь съеживается и, не сказав ни слова, быстрым шагом уходит от нас, не оборачиваясь. Глупые сплетники. Порой, мне кажется, их уже не исправить. Дыхание у него гнилистое, тяжелое. Я сдерживаю рвотные позывы. Пошутить, прогрозить. Не будем. Может, не стоит общаться, обещать скорый конец света и люди будут относиться к вам чуточку добрее? Проповедник игнорирует мое замечание, бросает. Я ждал тебя, мессия. Что? Прошло не меньше двадцати лет, как я видел тебя в последний раз. С тех пор ты совсем не изменился. Вечно молодой и всегда крепкий. Хотел бы я быть таким же. Несмотря на весь этот суровый и жестокий мир, несмотря на окружающее насилие, я бы попытался спасти людей. Они не заслуживают такой боли. Хмурюсь. Этот человек действительно безумен. Считает, что мы уже виделись. Наверное, перепутал меня с кем-то? Мы должны поговорить наедине, обормочет проповедник. Обсудить будущее и прошлое. Мессия, у Назарета ведь совсем мало времени, да? Скоро придет холодный туман. Я не понимаю, о чем ты? Он хватает мою руку, закрывает глаза, готовясь увидеть обрывки чужих воспоминаний, ощутить жар немоих эмоций и горечь прошедших лет. Но ничего не происходит. Я слышу собственное дыхание, чувствую холод пальцев, доходяги на своей кисти. Не боли. Следуй за мной. Проповедник разворачивается и, опираясь на посох, идет в сторону городской стены. Сморченные головы с тихим стуком ударяются друг от друга. В такт шагам. Рваный алый плащ развивается на ветру. Я стою на месте и размышляю. Могу довериться безумцу. Могу довериться безумцу и направиться с ним. Но тогда признаю, в его словах есть смысл. Но тогда признаю, в его словах есть смысл. Только пока они понятны для меня. Я пойду на риск. Неизвестно, что ждет меня в незнакомом доме. Есть вероятность закончить этот день с ножом в груди. Я могу послать в пекло безумца и найти себе занятие получше. Но тогда не узнаю пространный туман и нашу прошлую встречу. Знание или безопасность? Что выбрать? Знание. Наконец, принимаю решение. Конечно же, пофиг на безопасность. Мы и так выбирали из всяких передряг. А вот если мы реально встречались, и он знает про туман, это нужно узнать сто процентов. Это данные, это новые вещи. И догоняю проповедника. Попадавшиеся на пути люди либо обходили нас, либо шепчут, обходят нас, либо шепчут слова молитвы, либо просто опускают головы, чтобы случайно не встретиться взглядом. Сам город преображается. Поначалу я вспоминаю это как игру воображения, но потом осознаю, но заряд действительно меняется. Стены бараков пытаются сдавить, прижать, расплющить. В абсолютно черных тенях слышно противное хихиканье, а из мрачных переулков доносится стон. Свет городских фонарей становится все приглушеннее, тусклее. Когда проповедник проходит мимо, он будто втягивает в себя весь окружающий мир, оставляя за собой лишь тьму и пустоту. Я ежусь от очередного порыва холодного ветра. Дорога петляет между домов и свалок, где горы металлического хлама протыкают небо. Вскоре мы оказываемся в полной тишине и одиночестве. Вокруг лишь торчащие из земли спальные стержни, да, припорошенные снегом мусор, оставшиеся с тех времен, когда боги населяли этот город. Глушусь. Глушусь. Несколько раз зрение меня подводит, и я вижу странное радужное сияние, стелющиеся над землей. Вихряющиеся потоки воздуха и танец синих искр над нашими головами. Стискиваю челюсть, предчувствуя беду. Вспоминаю слова старика. К проповеднику не суются, потому что дом его проклят. Похоже, это действительно так. Словно прочитав мои мысли, безумец говорит. В магии я и правда кое-что достиг. Могу постоять за себя и защитить свое жилье. Никто, в чьем сердце живет зло, не подберется ко мне. Верю на слово. За очередным. А вот тебе еще развилочка. Скорее всего, если бы у нас была бы репутация зла, и мы творили только зло, он бы нас не пропустил. Или нас бы очень сильно задамажило, потому что у нас бы тьма была в сердце. Но мы сейчас добрые. У нас больше положительной репутации. Ну как интересно. Все-таки есть тут прям... Репутация, получается, влияет на концовку. Он влияет на разные пути, которые нам открыты. За очередным поворотом возникает хлипкая одноэтажная хибара. Окна, заколоченные досками, в черепичной крыше зияют дыры. Входная дверь болтается на одной петле и с протяженным скрипом качается на ветру. У порога небольшая горка снега. Переступив ее с самым непринужденным видом, будто так и должно быть, проповедник машет мне рукой. Заходи, миссия, здесь тебе всегда рады. Коридор настолько узкий, что приходится идти боком. Под ногами чавкает грязь. Нужно шагать осторожно, дабы ненароком не наступить на разбросанные гвозди или прочий металлический мусор. Мой спутник входит в ближайшую комнатенку, прислоняет посок к стене и поворачивается в ликующем виде ко мне. Нет, осмотреть не хочу. Не хочу его оскорблять. Мы в его жилище. Хоть он безумец, хоть не безумец, но надо вести себя тактично в доме. Он все-таки нас в дом пустил. Я кидываю взглядом помещение. Возле заколоченного окна на тумбе стоит стальное устройство. Зеленые и красные кнопки на ржавом корпусе перемигаются со мной. На грани слышимости доносится гул. Моя самая главная ценность, говорит проповедник. Именно благодаря ей мне не нужно искать себе пропитание. Нажал на несколько рычажков и все готово. Правда, иногда надо менять металлические цилиндры в специальном углублении. Но с этим у меня сложности нет. Он нависает над устройством, щелкает по кнопкам на грязную оловянную тарелку. Из трубочки механизма стекает серая вязкая кашица. В нос бьет тяжелый запах гнили. Выглядит аппетитно. Проповедник дает мне тарелку. Выглядит аппетитно. Проповедник дает мне тарелку. Я уминаю с огромным удовольствием. Вкусно. Такой артефакт прошлого есть лишь у меня. И у команданта. Вот ты как. Вкусная кашица получается. О. Прошлого. Ням-ням-ням. Интересненько. И вот эта крутая машина. Делает серую кашицу, которая еще и вкусная. Стоит огромных денег. Подумать только. Я ведь на него случайно наткнулся. Хотел пройти мимо. Продолжаю осматривать комнату. Осмотр комнаты. Продолжаю осмотр комнаты. У дальней стены до потолка возвышается шкаф. Заставленный книгами, тетрадями, кипами старых бумаг. На полу валяются смятые листы. Исписанные блокноты. И вырванные с корнем кожаные переплеты. У двери находится скрученный лежак с засохшими желтыми пятнами. Блин. И, конечно, странновато, что я так именно выбрал. Именно съесть то, что мне дают. Хотя это могло быть даже отравой. Ну ладно. Не ешьте там у незнакомцев всяких. Особенно стариков. Всякую именно еду, которую они предлагают. Если они прямо вам не знакомы. Это нельзя. Так. Так, это было. У двери находится скрученный лежак с засохшими желтыми пятнами. Ты можешь глянуть другие комнаты, если надо. Говорит Безумец. Вижу, как ты нервничаешь. Но спешу заверить. Там ничего интересного нет. Давай смотреть дом. Киваю, вхожу в коридор и осматриваю дом. Здесь все старое. Руку страшно положить на стену. Вдруг проломлю. Из всех щелей сыпется труха. Удивительно, что хибара еще не рухнула мне на голову. В другие комнаты не зайти. Все завалено старым хламом. И всюду преследует тяжелый запах сырости. Я возвращаюсь к проповеднику. Он снял свои великанские сапоги и сидит на полу, улыбаясь мне. Ты не мог бы оставить обувь за порогом? Спрашивает. Это еще... Ты не мог бы оставить обувь за порогом? Это еще зачем? Принципы из прошлого. Я настаиваю. Выполнить просьбу. Пожимаю плечами и выполняю просьбу. Затем, расчистив место от бумаги, плюхаюсь напротив безумца. Прислоняюсь спиной к стене. С чего начнем? Задай конкретный вопрос. Получишь конкретный ответ. Ты из храмового города? Проповедник тяжело вздыхает. Да, но родился я очень и очень далеко отсюда. Прости, мне... Мне мою словосоч... Словохотливость. Но я хочу начать историю с описания места, где я вырос. Видел ли ты огромные бентонные коробки, что тянутся к небесам? Нет? Я прожил первые 15 лет в одном из таких домов. И как он сохранился после всех катаклизмов? Ума не приложу. Целый город на 9 этажах. Мои родители отвечали за доставки продовольствия из местных деревенек. Что умудрялись на таком суровом холоде выращивать пшеницу и разводить скотину. Поэтому в еде я никогда не нуждался. И было это до последнего катаклизма. Сейчас уже ничего не вырастить. В холодной промерзшей земле. Ближе к делу, говорю я. Да, да, конечно. Его голос дрожит, а глаза уставлены в одну точку. Мне было, наверное, 15, когда я в вашу обитель пришел. Когда в нашу обитель пришел ты. Ну или человек, похожий на тебя. Сейчас вот смотрю на твое лицо и сомневаюсь. Вроде похож, а вроде и нет. В общем, тот странник явился и стал говорить жуткие вещи. Чтобы люди склонились перед ним. Чтобы стали приносить в жертву детей. Разумеется, горожане тогда разозлились. Попытались убить наглеца. У них ничего не вышло. Странник обладал невероятным боевым мастерством. Он ушел, а через несколько дней нашу обитель пожрал туман. От моего взора не ускользает, что проповеднику увешан странными механизмами. На руке щелкающаяся миниатюрная коробка на кожаных ремешках. А под плящом спрятан футляр с множеством горящих кнопок. Подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Помните, что именно, да, я говорил по поводу именно, что хороший именно очень влияет на то, хороший мы или плохой. Если сейчас посмотреть, то получается, та версия меня, скорее всего, это может быть альтернативная версия меня, просто злой. Получается, вот в чем отличие. Последний катаклизм. Может быть, это мы его вызвали? Может, каждый наш приход, это новый катаклизм. И непонятно, как он будет действовать, получается. Первые, получается, несколько катаклизмов я был злым. Или моя версия была злой, получалось. И я нес только смерть и разруху, поэтому мир такой разрушенный. И вот я снова явился миру. Полностью пустой, без памяти, без ничего. И опять-таки, теперь у меня выбор. Либо я продолжу цикл своих ужасных шествий и уничтожу все на своем пути, еще сильнее уничтожу. Или уничтожу в конец. Или принесу свет за собой. Или в любом случае я буду нести смерть. Просто я буду пытаться делать что-то хорошее. Ладно, это уже теории. Непонятно просто, серьезно. Довольно интересно поправить ситуацию. Очень интересно. Кто этот Цепной? У него босс есть. И я ему чем-то не угодил, этому боссу. Интересно, над чем. До сих пор непонятно, чем я ему не угодил. Ну ладно, это все мы узнаем уже позже. Сорян, что я немножко отвлекся на свои рассуждения. На руке щелкающаяся миниатюрная коробочка на кожаных ремешках. А под плащом спрятан футляр с множеством горящих кнопок. Отец Туман увидел загодя. Сразу понял, дело приняло опасный поворот. Поэтому тайком меня и мать отправил в долину, простирающуюся далеко за домами богов. Я плакал, не хотел уходить. Пришлось. Наблюдал, как Туман поглотил обитель. Слышал страшные крики и вопли. Помню, как плакала мама. Он замолкает и откашливается. Туман исчез, оставив после себя демонов. Ни один человек не выжил. Мы с матерью ушли, и тогда моя жизнь навсегда изменилась. Что спросить у него? Спросить про его мать. Я киваю и спрашиваю. Ты любил свою мать? Ой, блин, зачем? Конечно, любил, но всякое. Вскоре после всего случившегося, она умерла до болевой белой лихорадки. Не выдержала бедняжка смерти отца. Ее долго горевал. А спустя некоторое время отправился в путешествие. Один без питания и воды. Совсем еще юный в тот момент. Бродил по городам и руинам. Не мог нигде есть, а сесть надолго. Пока не ощутился в хромовом городе. Там и остался. Сделался монахом. Все силы послужил, чтобы стать святым. Не получилось. Разочаровавшись, ушел в дозарет. Он замолкает, давая мне время переварить услышанное. Задуматься. Я задумываюсь. Сейчас проповеднику не меньше сорока лет. Хотя по виду точный возраст не определишь. Уж слишком многое он пережил. Постарел раньше времени. Ну, допустим, ему сорок. По его словам, мы встретились больше двенадцати... Двадцати пяти лет назад. Как такое возможно? И если я... И если я или человек, похожий на меня, навел туман на город, превратил его в жителей демонов, то почему он считает меня мессией? Открываю... Открываю было рот, когда проповедник настоятельно поднимает палец и говорит. Я даю тебе три вопроса. На них отвечу максимально подробно. Но потом потребую плату. Не деньгами, конечно, а иным. Пообещай. Я не могу, не знаю, что ты попросишь. Никогда не надо будет... Никого не надо будет убивать. Просто посидишь со мной, пока я проверю кое-что. Теперь тебе понятно? Ладно, убедил. Он снимает с левой кисти костяные четки, перебирает пальцами мелкие ш... Ширики. И я же задаю первый вопрос. Про туман бесполезно, он сто процентов не знает. Он был тогда малышом, он был. Он был тогда малышом. Может, он... Маловероятно, что он знает что-то про туман. Он не знает, скорее всего, ни черта про него. А вот давайте узнаем, почему он меня считает мессией. Я ведь навел... Столько ужасного натворил. А он считает меня мессией. Ведь... Почему ты считаешь меня мессией? Ведь ты уничтожил мой город, не правда ли? Смешок прокатывается в комнате. Я поначалу тебя ненавидел. Мечтал отыскать, отрубить голову. Долгие годы странствовал. Но тут... Но тут-то там слышал истории про туман. Туман из странного человека. И видишь ли, эти истории были разными... С разными концовками. С разными концовками. Кто-то говорил, что после того, как мгла уходила, от города не оставалось камня на камне. А по руинам бродили чудовища. А кто-то же рассказывал, что стоило туману исчезнуть, как происходили удивительные чудеса. Больные вылечивались, а земля вновь плодоносила. Совершенно разные истории. И уже в библиотеке хромового города я нашел книги про мессию, что приходит с тумана. Решает, кому жить, а кому умереть. Ведь все зависит от чистоты души людей. Я киваю, голова кругом. Проповедник растягивает губы в доброй отцовской улыбке, отчего его лицо преображается. Разглаживаются морщины, во взгляде исчезает тоска. Следующий вопрос, говорит он. Что бы спросить у него? Давайте последний вопрос. Хромовой город или библиотека? Давай спросить про хромовый город. Ты пришел из хромового города. Если я туда приду, то дадут ли мне ответ на все вопросы? Как знать? Скорее всего, вероятно. Но точно быть уверенным нельзя. Настоятель верит в мессию, знает, как тот выглядит по этому, потому что никогда не встречался с ним. Возможно, если ты сможешь добраться до него, то он все расскажет. Или упадет на колени и будет целовать твои стопы, а потом расскажет. Хе-хе. Не знаю. Сначала тебе необходимо убедить святых впустить тебя в город. Они, знаешь ли, странные малые, странные малые, могут дать от ворот поворот даже мессии. Только богами заклинаю, не убивай их, ведь когда-нибудь они станут частью твоего воинства, как написано в древних текстах. Я обдумываю последний вопрос. Хочется узнать, кто такие святые и подробности путешествия проповедника, и откуда появился туман. Нужно выпытать как можно больше. Задать вопрос проповедника. Я не буду. Почему ты покинул хромовый город? Твой последний вопрос касается меня, говорит безумец и проходит рукой по редким волосам. Твой последний вопрос касается меня? Что ж, приятно не... Что ж, это приятно не буду скрывать. Я ушел из-за святости. Сложно пояснить непосвященному, но попробую. Я точно знал, что встречу мессию, и хотел предстать перед ним во всем своем величии, показать свои изменения. Мол, стал сильнее и мудрее. Глупец. Глупец. Гордыня обуяла меня. Всего лишь гордыня. Увидев это, настоятель прогнал меня, сказал, что я должен очиститься. И я очистился здесь, в Назарете. Несу слово Божье людям. Говорю про последний катаклизм, который окончательно разрушит мир, если мы, люди, не изменимся. Не изменимся все в лучшую сторону. И нас еще... В нас... В нас еще... В нас еще столько тьмы. Блин, правдивые слова, серьезно. Я прям понимаю его. Реально хочется пожать. Если возможно было, я пожал бы ему руку. Чего стоит только подземный город людоедов? Пропавшие души. Не идите, не иди туда, если не хочешь разочароваться. Он замолкает, достает из глубин плача небольшую скатулку. Узнаю ее. Такую же отобрал у горбуна возле бараков. Такую же отобрал у горбуна возле бараков. Там внутри лыцель, лыцель. В голове раздается его низкий гортанный голос. Посмотрев на меня, проповедник кладет шкатулку на пол, надавливает в некоторой последовательности на небольшие углубления в корпусе. Время вопросов прошло, миссия. Теперь я должен узнать. Руки его принимаются делать сложные пасы из губ. Из губ вырываются непонятные шипящие фразы. Он закрывает глаза, по лицу скольцят тени, хотя в комнате ярко горит кнопки механического аппарата. Так, сейчас. Шкатулка дрожит, подскакивает на бумагах. Из узких щелей на корпусе вырывается желтоватое свечение. Не двигаться. Я застываю. Ощущаю, как по коже бегают мурашки. Подмечаю, что три высушенных головы на посохе поворачиваются ко мне. Морчат лбы. Да, вижу. Чутье не подвело меня. Ты мессия. Душа твоя явилась из чернильной пустоты. Создала саму себя. Переплетение воспоминаний столь сложны, что мне не подступиться к ним. Дергаю за одну ниточку, за другую, но они ни к чему не приводят. Вокруг него появляется сияющий концентрический круг. Кончики пальцев на руках вспыхивают ярким пламенем. Я не в силах сдвинуться с места. Знаю, сейчас бесполезно рыпаться. Остается только наблюдать. Могу глядеть всю твою сущность и коснуться раскаленного ядра жизни. Ядра жизни. Да, ты мессия. Ты истинный мессия. Я не ошибся. Я верил, знал. Касаюсь оболочки твоей души и вырывается свет. Греет мои руки. Греет сердце. Как же хорошо. Как тепло. Столько добра. Он блаженно улыбается. Что такое прощение и милость. Всегда обдумываешь свои поступки. Ведь ты влияешь на судьбы тысяч. Дай погреться в лучах твоего великого духа. Все резко смолкает. Свечение пропадает. А шкатулка перестает прыгать. Проповедник словно выпрямил, выпрямляется, становится выше, сильнее, моложе. Открыв заплаканные глаза, он смотрит на меня. И во взгляде я читаю целую гамму чувств. Обожание, любовь, тоску. Так старик, старики, родители любуются совсем еще юным сыном. Но уже в следующей серии мы продолжим. Блин, у меня мурашки. Я сейчас когда читал текст, мурашки. Блин, я оказался прав. Да, вот на что. И я думаю, 100% на все. Если бы я был бы злым, то старику 100% стало бы только хуже. От моей темной ауры. Но я добрый. Я выбрал сторону света. Из-за этого я теперь могу исцелять людей. Но если бы я научился бы, я мог бы исцелять людей. Блин, это круто. Прям приятно. И, блин, интересно, будет ли вторая часть. Надо будет реально глянуть. Может быть, вторая часть уже вышла. Я ее точно пройду. Мне нравится сюжет. Может, его смогут развить еще дальше. Кто знает. Интересно все-таки. Ну, ладно. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Предлагайте игры. Потому что все-таки одному. И рыскать по просторам интернета. И искать интересные игры. Конечно, да. Это интересно. Столько интересностей находишь. Но все-таки. Небольшая помощь. Именно предложения от вас были бы тоже приятными. Вдруг вы что-нибудь интересное найдете. Да и будет приятно с вами просто поболтать. Пишите там мнение о видео именно. И просто, не знаю. Свои, может, догадки. А насчет сюжета. Если вы, конечно, не знаете именно о том, что будет дальше. Если вы, конечно, не проходили эту игру. Будет приятно с вами немного поговорить. Заглядьте в описании. Там будет ссылочка на мой дискорд сервер. И на дискорд сервер по доки-доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте, разумеется, жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете. Поможете видео в продвижении. И пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Продолжение следует...